Представьте такую ситуацию. Мужчина нарвал полевых цветов для своей дамы сердца, спешит к ней с букетом и радостно дарит в знак выражения своих тёплых чувств. Девушка смотрит на цветы, а цветы смотрят на девушку и начинают шевелить лапками. Девушка визжит, бросает букет и убегает. По крайней мере так рисуется картинка в стандартном варианте. Некоторым такие цветы лишь сильнее понравятся и, наверное, в первую очередь для них сделан этот видеоролик. Всё дело в пауках, разумеется. Некоторые пауки очень ловко научились сливаться с цветами. Как правило, белое или жёлтое тело, покрытое дополнительным узором из полосок и пятен, при попадании на подходящий цветок превращается в идеальную маскировку. И, разумеется, это им нужно совсем не для того, чтобы пугать людей. Главное – обмануть свою добычу – насекомых опылителей. Как только зазевавшаяся бабочка или муха-журчалка окажется слишком близко, она сразу будет схвачена хищным восьминогим цветочком. Давайте познакомимся поближе с этими забавными пауками. С точки зрения систематики, все цветочные пауки относятся к семейству бокоходов или пауков-крабов. Действительно, при взгляде сверху сходство с крабом кажется очевидным. Такое же округлое тело и такая же любовь к перемещениям левым и правым бокам. Эти два направления используются заметно чаще, чем движение вперёд или назад. Для очень многих бокоходов характерна жизнь на цветах в ожидании пылителей в качестве добычи. Паутину они не плетут, так как нет необходимости. Цветок сам по себе привлекает жертву, главное уметь ждать и подолгу сидеть неподвижно на одном месте, чтобы потом вовремя броситься вперёд и схватить. Передние ноги являются главным орудием нападения. Как вы можете заметить, две передние пары намного длиннее и часто зависают в воздухе. А две задние пары, значительно более короткие, постоянно держат паука на цветке. Эта стратегия оказалась довольно успешной, поэтому в мире сегодня насчитывается более двух тысяч видов бокоходов. Но сразу стоит отметить, что не все они живут на цветах. Некоторые предпочли жизнь на коре деревьев и в лесной подстилке. Покровительственная окраска у них в этом случае остаётся более привычной, в различных серо-коричневых тонах. А вот цветочные пауки начали экспериментировать. Наверное, самым известным видом, про который можно найти больше всего информации, является косолапая мизумена. Название цветочного паука часто закрепляется за ней в русском языке, как основное видовое. А если спросить, почему косолапая, это примерный перевод латинского названия, и в более точном варианте будет скорее означать кривоногое. Этот вид довольно широко распространён по Северной Америке и Евразии, включая и территорию России. С севера на юг ареал простирается от Аляски до южных границ США и от Скандинавии до Средиземноморского побережья. Есть предположение, что в Америку когда-то пауков случайно завезли с собой европейские переселенцы. Мизумены предпочитают освещенные солнцем луга, поля и окраины лесов. В городской местности они нередко обживают сады и парки, но избегают слишком влажных и затенённых мест. Белые и жёлтые цветы подходят лучше всего и чаще выбираются для жизни, так как окраска тела варьирует от ярко-жёлтого до жёлто-зелёного и белого. Также часто на боковых сторонах брюшка имеются две длинные красноватые полоски. Пауки из рода Томизус пошли в своей маскировке ещё дальше. Они также бывают белыми, ярко-жёлтыми или нечто среднее, но в дополнение к окраске изменилась форма тела. Выросты головогруди в области глаз и слегка треугольная брюшка, также как будто имеющие слабые выросты по бокам, позволяют становиться ещё незаметнее, погружаясь в глубину какого-нибудь соцветия. Есть и другие виды цветочных пауков, но в данном ролике мы не будем их касаться. Мизумены и томизусы чаще всего бросаются в глаза, так как выделяются среди собратьев относительно крупными размерами, иногда превышающими сантиметр. Они постоянно сидят на выбранных цветках и днём и ночью, лишь переползая иногда то на верхнюю сторону, то на нижнюю, в зависимости от того, охотятся или прячутся. Основной добычей оказываются пчёлы, мухи-журчалки, мелкие бабочки, жуки и иные насекомые, участвующие в процессе опыления. Всё, что получится схватить и удержать, причём иногда жертва намного крупнее охотника. Восьминогие хищники не всегда способны разделить охотничьи угодья, поэтому возможны, в том числе, моменты нападения на других пауков. В данном случае вы видите, как более крупный томизус решил подкрепиться более мелкой мизуменой. Каннибализм мог бы очень сильно осложнить жизнь самцам, желающим спариться, поэтому природа придумала для них свой путь к спариванию. Дело в том, что все пауки, которых я показал вам до этого момента, — самки. Они крупные и толстенькие, круглыми сутками спокойно сидят на цветах и ждут. Самцы совершенно другие как внешне, так и в плане поведения. Вот так выглядит самец мизумены. Он едва достигает 4 мм в длину, при этом довольно стройный, совершенно иначе окрашен и очень шустрый. Самец постоянно бегает в поисках будущей дамы сердца, а найдя ее, первым делом заползает на большое брюшко самочки, туда, где неразборчивой охотнице его не достать. Перемещаясь по брюшку своей дамы сердца, самец может спариваться или спокойно отсиживаться сверху в ожидании очередного полового акта. У томизуса самцы чуть больше похожи на своих самок по цвету и форме тела, но точно также отличаются мелкими размерами, позволяющими незаметно сидеть на брюшке самки, спариваться с ней и избегать возможности быть съеденным. Спаривание обычно проходит ранним летом и в дальнейшем самцы погибают первыми. Самки же готовят коконы с яйцами, пряча их где-то с боковой или с нижней стороны цветков, или выбирают нечто похожее. Вот эту самочку я держал в пластиковом контейнере, где цветов не было, поэтому самым удачным местом для кладки и показался верхний угол. Дальше на протяжении трёх-четырёх недель, пока проходит инкубация, мамаша постоянно сидит рядом и охраняет будущее потомство. Вылупившиеся малыши успевают ещё пару раз полянять до осени, но по-прежнему остаются мелкими. Затем они спускаются к земле, закапываются в опавшие листья и проводят там зиму. Под конец ролика давайте ещё раз вернёмся к разнообразию окраски. Самая интересная особенность пауков заключается в том, что они не просто имеют разные цветовые версии в пределах вида. Половозрелые самки способны менять цвет собственного тела. Удивительная способность, немного сближающая с хамелеонами. Пауки по своей воле управляют изменением пигментации тела. При окраске в жёлтый к поверхности поступает жёлтое красящее вещество, а при окраске в белый пигмент переносится во внутреннюю часть тела. Это не самый быстрый процесс, он требует некоторого времени. И не всегда самка вообще пытается менять цвет. Иногда её вполне устраивает жёлтый на белом или белый на жёлтом, по-прежнему оставаясь хорошей маскировкой. Тем не менее, самовозможность есть, и она во многом уникальна. Для человека цветочные пауки не представляют никакой опасности. Поэтому если вглядевшись в очередной цветок вы заметили, что цветок смотрит на вас, не пугайтесь. Его интересуют только мухи и пчёлы. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поддержать его своими лайками и комментариями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео про интересных животных и не только. Спасибо за внимание. Добра и удачи, дорогие друзья!